всех приветствую мои родные любимые и сердце моему дорогие христолюбчики братцы и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого доброго светлого радостного всего самого хорошего вашей жизни в душе в сердцах дома во все сферы вашей жизни что все у вас было хорошо сегодня ролик у нас называется история история псевдоистория возможно его назову говорить мы будем об альтернативной истории ну вообще об истории а псевдо альтернативной как хотите поводом к видео был комментарий у меня на почте я вам сделал скриншот сейчас я вам его хочу прочитать здравствуйте постоянно смотрю ваше видео на ютубе раньше я был ярым атеистом но после определенных событий в жизни начал искать духовной помощи в церквях разных направлений но никакие ветки христианства не давали мне думать что я иду верным путем изучал библию но ее трактовку служителями церкви не находили откликов у меня у меня постоянно было ощущение что меня обманывают ваше видео практически на сто процентов находит во мне отклик многое из того что вы рассказываете у меня вызывает реакцию так я это же знал как я мог забыть это благодарю за вашу работу она помогает смотреть другими глазами на многие вещи ну за этот отзыв и то что поделились мыслями спасибо ну я рад если вы освобождаетесь от пут в которых находитесь и скидка религиозная и когда вы в чем-то не утверждены и не можете найти подтверждение тому свету который внутри каждого человека присутствует я этому очень рад в общем то для меня это есть та награда ради которой все дело потому что хочу чтобы все люди оказались в небесном царстве до были счастливы блажены как можно быть счастливым будучи рабом вот и люди терзаются ищут истину да я рад если я помогаю ее людям приоткрывать ну и давайте теперь уже к истории я иногда изучаю религию историю мистики использую для этого то что вижу вокруг не веря официальным источником живу во львове тут есть огромное кладбище на 300 тысяч могил она как архитектурная памятка так вот по могилам которые там сохранились и заброшены можно без проблем сделать вывод что еще 250 лет назад культа христианской церкви здесь практически не было могилы после реставрации получают кресты и распятия а до этого многие из них представляют собой языческие архитектурные сооружения на старых могилах уничтожены надписи даты фигуры богов и так далее которые визуально относятся к римской архитектуре но много чего еще сохранилось и вызывает удивление как примеру в 1870 году вам во львове мог бы быть похоронит воин римского войска с перечислением его званий и занимаемых должностей в римской империи также изучаю если попадаются старые книги есть библия на английском 1729 года точно не помню дату надо посмотреть литургион в 18800 икс икс годов на древнеславянском языке если будет время и желание я прикреплю фото из литургиона как мне кажется там написано что он издан в року 800 от рождества христова а также есть автограф и кажется что написано буква л лето вопрос 780 ноутбука выглядит как один я верю что христос был не 2000 лет назад а всего лишь около 1000 лет назад и все что вы рассказываете и все что вы рассказываете о виде иудеях если будет интересно могу сделать много фотографий захоронения которые никак не могу объяснить с точки зрения официальной истории которые впрочем я не верю вообще с уважением александр вот такое вот видео вот вот такой вот комментарий александра я ему благодарен за это письмо она меня натолкнула на мысль записать это видео я на своем канале христалю проповеди голоса пьющую в пустыню разделил у меня был с такой сборный плейлист я его разделил на два плейлиста я сделал отдельно творчество искусство культура литература и отдельно сделал плейлист история события знаменитые люди анонс на этот плейлист я запишу сразу же после этого видео кому интересно подобные темы я всех приглашаю к просмотру видео в этом поле плейлисте ну на данный момент там будет 10 видео сейчас 8 еще это и анонс как раз действие ну и в будущем я буду его наполнять ну и вот взяв за основание этот комментарий хотел бы в свободной форме сегодня вас никакими не картинками не текстами нагружать не буду просто хочу поговорить по поводу истории потому что ну в принципе конечно мне со мной общаются разные мне вопросы задают что-то скидывают я хотел бы в принципе свою обозначить позицию в этом вопросе этот ролик как раз пойдет пасу по сути получается вторым вот как я сказал я после этого видео запишу анонс к этому плейлисту а это видео пойдет вот вторым в списке до первое будет анонс я просто вот эти все видео какие там есть анонсирую в том числе это видео а это видео пойдет второму я хотел вот как бы свою позицию обозначить по поводу истории вы знаете несмотря на все кто знает как я отношусь к библии в частности а библия всем говорю это не лотерейный барабан с нарезанными стихами которые туда настругали мы можем оттуда все что угодно доставать и лепить свои лживые учения вот именно подменять те же самые исторические факты 6 лет и стих из библии вырываешь из книги бытие и какого-то перепуга вообще ничего не понимаю вставляющего в откровение да не просто как параллельный не просто как возможно ну по похожее место проекционно описываем да ты просто туда пихаешь якобы он сбывается это конечно же абсолютно неверно и так делать ни в коем случае нельзя и вот по поводу истории вы знаете современный человек сколько бы он не хотел он никогда не достигнет истины авторитетной истины на которую он мог бы опереться в этом вот реальном визуальном нашем мире это просто невозможно поэтому тот кто ищет эту так скажем внешне авторитетную правду этот человек как писал экклезиаст занимается пустым делом это все суета сует это то же самое что гоняться за воздухом потому что на самом деле конечно же мы с вами люди 21 века или как я еще называю христиане новую новую нового завета до люди нового завета христиане 21 века вернее вот так я выражаюсь и и в принципе конечно же дело не в христианстве как я сказал да люди нового завета ну или люди вообще всего человечества в современном мире могут опереться только на свет который просвещает сердце каждого человека и по поводу самих исторических фактов вы знаете вся история она как и павел писал очень хорошо что в принципе когда нас тут наступит будущий век когда будет бог всячески во всем когда будет побеждена смерть все все живое существо опять обретет бессмертие все мироздание которым она является и по сути время это лишь частичка вечности да и когда с нами будет сам бог во плоти то как писал иисус говорил дай нам евангелие которое даже до нас дошло нам говорится что мы уже не спросим ни о чем до мир познается не не какими-то теориями не философиями мир это то что тебя окружает вот то что ты в принципе не видишь любой человек вправе отрицать есть слово есть есть но есть такое церковное славянское слово есть по-русски да истина это то что есть вот я с вами вот мы сидим вот вы видите мою пандочку да и я и вы ее видите мы говорим да она есть но объективная вещь что такое объективность субъективным если вы понимаете да объективно то есть каждый может то есть как это объективный аргумент объективное видение да то есть и ты я видим эту панду она просто есть ты я видим солнце она есть субъективное мнение это когда я что-то утверждает другой не может этого пощупать да это лишь мое субъективное мнение я никак его объективно третье мы позовем себя во свидетеля третьего человека, он тоже никак не объективно не докажет, у него может даже появиться еще третий альтернативный, четвертый, четвертый, да. А вот сколько у вас сегодня будет меня смотреть, ну или вообще этот ролик, напишите пожалуйста в комментариях, кто не видит эту панду. Вот панда, эта игрушка реально существует на моем диване, я перед вами существую, это объективно, и каждый кто посмотрит скажет, да, ну у него есть панда вон на диване, это объективно, объективное суждение, объективный аргумент того, что она существует, потому что все вы ее видите своими глазами, пусть даже через камеру. То, что я вам скажу, у меня вот за этой стеной есть живая панда, вы вправе мне не поверить, почему, потому что я никак объективно вам доказать не могу, ну если я пойду опять сниму, это понятно. А вот если я буду утверждать, что у меня за стеной, не показывай вам, что у меня за стеной есть живая панда, живет живая панда, вы скажете, я тебе не верю, и имейте полное право, естественно, утверждать, и может быть даже пытаться меня разубедить, что никакой панда у меня за стеной есть, хотя в принципе она может там быть, но если я вам ее не покажу, ни вы, ни я не сможете объективно показать, доказать, убедить, я вас, а вы меня, я в том, что она там есть, а вы в том, что ее там нету, да. То же самое с историей. Мы живем в истории, в этом пространственном временном измерении, какую-то часть своей маленькой жизни, да. Общая история, которая длится человечество, она передается, ну в принципе, грубо скажем, двумя путями, либо устно, из уста в уста, либо, ну не важно, какой носитель, раньше там бумага, сейчас цифровой, там видео, аудио, носитель, не суть важно, да, то есть то, что вылетело, ну что такое голос, да, вот, он практически сразу растворяется, да. Этими двумя путями это максимум, что мы можем получать информацию от поколений предков, да, то есть устно, либо каким-то, видимо, материальным, так скажем, неважно, это картины, какой носитель, изображение, да, ну что-то зафиксировано на так называемой грубой материи, да, либо вот слово, устное предание, да. Кто смотрел мой ролик, в принципе, можно его вспомнить, а предание, передание я его назвал, я, естественно, говорил в контексте религиозном, христианском, что все, что нам передается, мы все знаем с вами такое понятие, как испорченный телефон. Более того, этот испорченный телефон, если дальше развивать мысль, может быть испорчен специально, может быть случайно, может быть он просто канул в лето, да, как известно, да, как умирает какое-то мастерство, какая-то наука, просто заканчивать, человек не передал никому больше эти знания, все, они потеряны. Просто сгорела библиотека, есть невосполнимые вещи, кто знает там пожары, ну, по крайней мере, опять же, вере той же истории, там одно из знаменитейших александрийских библиотек в Александрии, это север Африки, кто понимает, да, как раз две тысячи лет тому назад, да, вот, горела там огроменная, древняя, великая библиотека в столице, так скажем, одной из известных столиц, мировой столицы, да, вот, антиохии так называемой, да, сколько там сгорело невосполнимых этих книг, да, потерянных данных, ведь кто-то, возможно, скрупулезно описывал какие-то события, а другие очень мелко, очень поверхностно, та книга, в которой было все это описано, она канула в лето, нам остались какие-то остатки из других источников, какие-то мелкие вещи, описывающие эти события. Так и вся история человечества. Библия, кто знает, кто понимает, кто со мной и читал на канале, это прежде всего, как я всем говорю, это собрание исторических писаний, прежде всего, даже книги пророков, кто знает, кто со мной их уже прочитал на канале, может быть, впервые, кто-то, может, сам читал когда-то, это прежде всего тоже исторические книги, исторические, они, первых, описывают конкретно исторические события, вот. В Библии совсем немного так называемых учительских книг, ну, понятно, их немного, кстати, ветхом, за эти вновь даже их больше, потому что как раз послания апостолов все, а их достаточно много, да, 1 Якова, 2 Петра, 3 Иоанна, Иуды и целых, сколько там, 13, да, апостола Павла, ну, евреев, непонятно, к кому отнести, то есть это достаточно большой корпус, да, ну, вот, нам, скажем, как раз учительских книг в Новом Завете даже больше, а так, в принципе, конечно же, прежде всего, Новый Завет, то же самое, Евангелие, книга Деяний, книга Откровения, это исторические книги, точно такие же, как весь набор Ветхозаветных Писаний, Бытие, Исход, Числа, Левит, Второзаконие, Иисус, Навин Судьи, пошло-пошло Царство, Пророки, да, все это исторические книги, естественно, всем историческим книгам, как мы можем доверять и как относиться, с критической точкой зрения, вот и все, Какова лично моя позиция? Вы знаете, конечно же, я, ну, вот, я иногда по-разному, конечно, выражаюсь в роликах, но специально вот в этом видео хочу сконцентрировать свою мысль, потому что одно дело, когда ты вскользь бросаешь, и в зависимости от контекста, обстоятельств, я тоже могу говорить, что я не верю, вырежу там фразу мою, да, я не верю там официальной истории, а какой официальной, а что такое официальная история? Русская, китайская, американская, вы знаете, она официальная история, там, немецкая и русская на Великую Отечество, она очень расходится, какой ты не веришь, ты же не сказал видео, да, вот, поэтому я хочу здесь более подробно об этом поговорить, и Александр, я, конечно же, поэтому не буду пытаться вложить в его слова то, что, может быть, он не вкладывал, да, ну, просто написал, что он не верит официальной истории, но ведь те же самые, что значит официальные, я тогда могу кучу вопросов задать, да, чья официальная, чьей национальности, какого года, что значит, ведь поймите, знаете, вот, я говорю, мы сегодня будем говорить об истории, да, но при этом я тоже буду употреблять такие фразы, как официальная, альтернативная, есть псевдо, лживая история прямо, да, поддельная история, и вот вы поймите, кто бы на что ни опирался, даже так называемые альтернативщики, да, которые, это можно сказать официальная, правдивая, но другая, да, есть псевдо, то есть подмена, есть прямая ложь, псевдо, это когда выдают просто под каким-то именем, но ты, как бы, имя может быть правильное, да, источник, прикрывается источником, допустим, называется псевдо, потому что источник хороший, прикрывается, допустим, именем какого-нибудь человека, знаменитого, но туда вкладывают ложь. Есть заведомо ложная история, то есть человек ничем не прикрывается, он просто говорит неправду, он знает, что это неправда, но пытается выдать это за правду, да, это ложь прямая, вот. Откуда берется вся эта та же самая альтернативная история? Ведь опять из каких-то источников. И они точно так же объективно, естественно, всю свою альтернативную историю никак доказать не могут, они опираются точно так же на какие-то бумажки, они же, получается, в априоре у каждого своя аксиома лежит, что я просто прав в априоре, потому что я вот считаю этот документом правым, а кто тебе, ведь, ну, ты, естественно, себя позиционируешь как истинная история, а они уже альтернативные, когда ты на свою точку зрения становишься, ну, а кто вас может объективно рассудить, никто, мы каждый судим в этом плане только с той колокольни, с той горы, на которую мы с кем взошли, да, мы с этими, или мы с левыми, или с правыми, вот и все. Объективно нас рассудить, конечно же, никто не может. По поводу моего отношения и моего вообще видения и понимания исторических событий и то, как они до нас доходят. Я воспользуюсь, естественно, прежде всего, как я вам сказал, своим сердцем, то есть это тот опыт, на который я могу опереться, потому что все остальное все равно будет субъективным, так чего уж тогда пытаться на что-то якобы авторитет опираться, если проще опереться на свое сердце. Вы знаете, глядя на мир, пусть мне 37 лет, хотя неизвестно, сколько раз человек перерождается по Божьему повелению, по Божьему разрешению, по желанию человека собственному, но пусть даже за это время жизни, которое я исследую тоже, мир, да, возможно, и не раз сюда приходя, я понял простую вещь. Я вам тоже, в принципе, даже сейчас доказывать ничего не собираюсь, это опыт моей жизни, я им просто делюсь. Истории, исторические события, факты какие-то, вы знаете, в крупном своем масштабе их подделать невозможно, как бы не хотели люди. Мы, люди вот на этой земле, как бы не хотели нас, так скажем, объединить, поработить, подчинить какой-то системе, это живой организм. Ты строишь это, кто, вы знаете, почему я еще рассуждаю, я хоть и в этой жизни тоже небольшой человек, но я пол своей рабочей жизни, пол рабочего опыта работал на руководящих должностях, у меня разные есть профессии, по-разному я все работал, когда руками, когда головой, и когда на низших, когда на более высших должностях. Не важно, что у меня там не супер, я какой-то известный руководитель, но у меня были в подчинении, грубо говоря, от двух, да, потому что больше одного, ты уже руководитель, от двух и, да, ну, практически больше ста человек, да, этого достаточно. В принципе, у вас, если было в подчинении хотя бы десять человек, вы меня уже поймете. Я говорю, двадцать, тридцать, сто, любой бизнес, если вы им управляли, у вас было наемный рабочий, у вас или у вашего бизнеса, вы были руководителем, ну, пусть вы тоже на какого-то инвестора, учредителя работаете, вы меня поймете, о чем я говорю. Как бы ты ни строил эту систему, она живая. Казалось бы, ты только вчера все пытаешься вот склеивать, все налаживаешь, завтра кто-то умирает, завтра кто-то бунтует, еще что-то, и вечные проблемы. Вы представьте, и кто, я говорю, вот я даже это, даже хорошо, что у меня, в принципе, нет, вернее, не то, что хорошо, и он и не нужно, большой. На маленький достаточно опыт проецировать, всегда на большой, он может, конечно, быть не идеален. Почему кто от меня, вот меня слушает, никогда не слышал, что я хаю там каких-то президентов или еще что-то. Слушайте, и хает, знаете, кто обычно, вообще руководители, люди, которые никогда не работали в управлении. Потому что я вам сразу скажу, если даже туда попадет святой человек с небес, правда, туда подняться невозможно, туда можно только с ада подняться, туда святые люди сверху не попадают, потому что подняться туда, наверх человеческого управления, управление человечеством, мог только самые низкие, действительно недалекие черные души. Это факт. Вот, поэтому всех людей, которых вы видите наверху, понятно, каким образом они туда попали. Вот, они не с небес сходят. Но если даже предположить такую, просто мы сейчас с математическим языком, с вами теоретическим поговорим, если даже представить, что туда попадает святой человек, наверное, но он через низ не попадет, он может только с небес свалиться сразу на должность президента, он ничего не сделает. Кто, я говорю, имеет опыт управления, тот меня поймет. А тем более в этом мире, лежащем возле, тленном, смертном, вот, ну, по-русски, по-простому говорят человеческим языком, тебя либо завтра кокнут, то есть лишат материальной жизни, да, ты просто из этого мира сгинешь, вот, тебя любыми возможными и невозможными всеми способами тебя просто сгнобят, вот. И даже если, ну, ты себя как-то ограничишь и сколько-то там телохранителями, и сколько ты на этой грешной земле протянешь, даже будучи святым в должности руководителя мира и руководителем человечества, ты ничего не сделаешь. Люди ленивые, алчные, похотливые, лживые, по простым религиозным языком выражаясь грешные. И основная часть мира лежит во зле, и в грехах утопают в этой блевотине, в ней купаются, радуются этому и продолжают грешить изо дня в день. А что это такое? Это значит, люди творят всякие злые дела, вот. И поэтому ты сколько бы ни хотел, они не будут исполнять твою волю, они будут лицемерить, может быть, лукавить, где-то делать вид, что исполняют, потом выяснится, что они еще больше вред наносили, да. Как у нас спокойно, вроде хороший, из рук президента получил какую-то должность губернатор, через два года его уже сажают за миллионные хищения, да, вот. Или там насилы еще, убийства какие-нибудь, да, там, коррупционные и всякие эти, я говорю, до уголовщины доходят, что они там, чего только не вытворяют. Вот, то есть, кто пробовал, это не получится. Вы знаете, то же самое с историей. Во всеобщий заговор я не верю, я не верю то, что, и не верю почему на опыте реальной своей жизни. Я говорю, кто, вот то, что я вам сегодня все рассказываю, это все факт. Когда говорят, что вот там, и при этом, да, я как бы говорю, что туда может только с небес человек попасть. А как человек просвещается? Бог просвещает всякого человека. И на самом деле в самых ужасных структурах, казалось бы, Бог может просветить всякого человека. Именно поэтому мы видим какие-нибудь светильнички, что даже в самых логовых сатанизма, да, или тьмы появляются, вот Бог просвещает, какого-нибудь человек, казалось бы, там, секта каких-нибудь олигархов, злодеев. И Бог просвещает какого-нибудь человека, этого, может быть, дитя какого-нибудь олигарха, которому папа там все, но навущает быть властителем мира. А вот Бог его просвещает, и он откликается. Или, ну, Бог сам эту, может быть, светлую душу посылает в плоти этому дитю олигарха. И он начинает бунтовать против собственного отца, против системы. Таких примеров я даже не буду утруждать себя, приводить вы сами знаете. В каких только сферах нету. И в царских семьях отказываются от престола, там выносят всю гниль, всю черноту всех этих своих королевских кровей. Это всегда есть. Всегда есть. Люди разоблачают, выходят эти системы, да. Это такое все время мы видим. То же самое с историей, понимаете. Историю пишут далеко не только официальные, так скажем, писцы какого-нибудь государства. И за счет вот этого, знаете, ну, естественно, это и так, но опять же, ведь это писец только этого государства. А каждое государство, со своей стороны, вы знаете прекрасно, я всегда хороший, все кругом плохие. Это классика жанра любого человека. И именно вот эта вот гниль человека, вы знаете, дает некий такой хороший плод. Потому что каждый со своей колокольни описывает в теории, конечно, кто знает вообще профессия, реально профессия историка, писца, в теории. Она вообще, это вообще человек не должен принадлежать ни к чему. Это абсолютно, это такой, знаете, камень. Холодный, равнодушный, безэмоциональный человек. Ну, по крайней мере, на время написания истории. Это, что такое история? Это человек, обладающий историк, конечно же, безусловно, писательским талантом, даром слова, или как хотите, письма, да. Чтобы у него просто хорошие, грамотные, такие сладостные, текущие были слова, речи, как хотите. Не важно, устно он это передает, или как мы с вами уже вначале поговорили, или письма, за счет каких-то других средств, да, картины и так далее. Он должен красиво рисовать. Но что такое историк? Это человек, который холодно, безэмоционально, не вставая ни на чью сторону, просто констатирует факты. Знаете, что такое бухгалтер, то же самое. Одно дело, есть экономисты в предприятии, аналитики. Они что делают? Они анализируют прошлое и делают прогнозы на будущее. На основании чего? Кто такой бухгалтер, кто знает? Раньше их прямо называли учетчиками, к сожалению, сейчас в предприятиях. Ну и ладно, это меня, видите, сердце касается, я из этой сферы. К сожалению, у некоторых бухгалтеров мозги не на том месте. Они себя мнят учетчиками, они себя мнят экономистами, они себя мнят аналитиками. Это не так. Нормальный настоящий бухгалтер, которого ценил бы настоящий руководитель, это учетчик. Это тот, кто тупо все, что в предприятии приходит, уходит. У него два столбика, на самом деле, несмотря на всю сейчас сложную бухгалтерию, якобы, она как была, так остается из двух столбиков. Доход и расход, все. Больше ничего бухгалтер. Ему все это надо грамотно фиксировать, все это вести в порядке, все это раскладывать еще потом просто по всяким папочкам. Ну и так, как есть налоги, отчет государства, вот что должно еще в плане взаимодействия с внешним миром делать бухгалтер. Вот историк, это тот же самый бухгалтер в предприятии. Его дело просто фиксировать отпечатки. Бац, бац, просто. Возьмем современный мир на день записи этого ролика. Сегодня 14 февраля, день Валентина, кстати. Всех влюбленных поздравляю. Желаю вам всего самого лучшего. На 14 февраля, кто знает, там коронавирус у нас сейчас там в Китае, да? Что должен сделать историк? Он просто пишет, так, там, такого-то, ну пусть начался он когда-то, там, в декабре, что ли, в Китае появился коронавирус, столько-то заболевших, столько-то умерших, ты-ты-ты-ты-ты-ты, закрываются там аэропорта. Он не делает выводы, что это там американский президент испытал биологическое оружие. Он не знает. Это неподтвержденные факты. Подтвержденные факты только смерть. И то, он пишет сухую информацию, так, столько-то умерло на основании источника, официального источника, там, Китайской Народной Республики, Минздрава Китайской Народной Республики. Он даже не может утверждать, столько умерло, скрыла Китайская Народная Республика. Но, опираясь на некие источники, максимально официальные или неофициальные, тогда он пишет, ну, а на основании, там, ООН, какого-нибудь данных ООН, там, да, умерло столько-то, он набрасывает разные факты. Даже это, вот, он, может быть, не убежден в истинности этих фактов, но хотя бы это совокупность фактов. Он предоставил такие данные. КНР такая, какая-нибудь независимая такая. Он просто их набрасывает. Это тоже история. Вот именно. Он не может, никакой историк не сможет вам с уверенностью сказать, а кто был прав. Данные 100%, как вы знаете, будут, естественно, разниться. Он даже при желании не сделает историю истории истинной, да. Поэтому любая история в самой себе, она является какой? Очень приблизительной. Это не точная наука. История – это не математика, это не техническая наука. Надо это вот понять. Вот. И мы видим, что просто этот историк набрасывает множество-множество фактов. Даже, даже при желании проверить он их не может. Ну, что он сам видел? Он что, Бог? Мы люди, мы вот такие вот, мы как червячочки смотрим на этот мир. Он полон растительности. Мы даже не орлы. Да и даже орел не все видит, летая. Только Бог все знает реально, кто от какой болячки умер. Только Бог бы мог дать нам. Если Бог бы писался, была бы вот какая-нибудь файл, знаете, вот в интернете. Сайт Бога. Смотрите, как здорово было. Бог бы там выкладывал всю информацию. Настоящий. Вот прям истина. Сайт Бога. Так, история. Сколько умер. Так, правдивую информацию хочу все знать. Как президенту попал? Он обманул кого или нет? У него есть счета за границей или нет? Такого источника нет. Нет. Он есть. Он Бог, да. Но он от нас это скрывает, так скажем. Почему делается это? Потому что, в принципе, Бог не нарушает свободу человека. Этим все объясняется. Свободу человека врать. Подменять. По идее, конечно же, если бы честные люди собирали эту информацию, и у них не было бы каких-то мыслей скрыть из-за каких-то корыстных целей, некорыстных. Может быть, даже якобы благих, чтобы не вводить там панику в народах, да. Люди дают ложную информацию по умерших там от какой-то вируса, чтобы люди просто не паниковали, да. Вот. И мы не знаем этого. Но вы знаете, сколько бы... И вот я сейчас на примере, я говорю, даже вот хорошо, что я взял современный мир. Я очень люблю там что-нибудь типа великотечественное брать. Возьмите современный мир. Вот коронавирус, да, идет в Китае, там распространяется. Вы знаете, я вот как вам привел, сколько угодно можно спорить о том, сколько умерло, сколько зараженных. Откуда он появился еще неизвестно. Как он там передается. То, сначала думали так, потом что-то добавляется. Ну, у кого есть сомнения, что коронавирус вообще существует? Ни у кого, да. Понятно, если можно сказать, это может быть тоже ложь фейковая. Ну, как-то... Вы знаете, такая... Вот и во что теперь... Вы можете, конечно, я вас даже переубеждать не буду. Вы можете утверждать, что и это какая-нибудь ложь. Что все, что нам показывают, это постановочные кадры, да. Что все, что закрыто, это какая-то опять великая закулисная игра. Вот я вот принадлежу к тем людям, кто в это не верит. Я верю, что крупные события нам действительно открыты Богом. Потому что скрыть их физически невозможно. Я говорю, потому что люди, это настолько живой, неподвластный, ничему не подчиняемый, так скажем, организм. Невозможно взять все в одни руки. И поэтому, вы знаете, даже если там кто-то и мечтает об этом, антихристы, его слуги, как это говорят, да. По крайней мере, на данный момент жизни. Вот мы с вами, как я говорю, люди 21 века, христиане 21 века, люди Нового Завета и вообще люди человечества. Это скрыть невозможно. Мы пока никому не подчиняемся. И в том, что поэтому, вот что мы можем, вот что в этой истории реальность. История, что коронавирус просто есть. Есть какой-то, и что бы, как бы его ни назвали, и что бы его фундаментом не было, это вирусная, там, какой-нибудь, я не биолог, много фраз вам сейчас не смогу накидать, это какое-нибудь инфекционное заболевание, или кожное, там, я не знаю, короче, да, но вы поняли. Мне это и не суть, может, важно. Но то, что факт, что идет какая-то, что люди умирают от какой-то болезни. Вот хотите, такими простыми словами. И это факт. И это история. И что это было? Факт какой? Сегодня 14.02.2020. Началась она там 15-го. Приблизительно тоже. Она, может, раньше пошла. Сколько мы знаем, сколько человек в бацилле. Бацилл – это тот человек, который еще не болеет, да, по-моему, но может даже передавать, он может даже сам не заболеет. То есть инкубационный период у того, у кого это вообще все началось. Сколько он проходил там, да. Ну, это все же приблизительно. Да и какая разница, сколько он инкубационно ходил. Ладно, когда это начало массово проявляться, и появилась, образно говоря, первая жертва, да, умершая от этой болезни, от этого вируса, человек. Вот как я отношусь к истории на наглядном примере, надеюсь, я вам показал. То есть крупные события, их скрыть невозможно. История, которая якобы от начала нам отписана в Библии. Сотворение Богом неба и земли, да, всего, что на них, всего живого, самого человека, всего духовного мира, там, ангелов, да. Это очевидно. Это есть не только в библейских историях и книгах, да. Это есть во всех древних эпосах, во всех народных преданиях всех народов мира. На разных континентах находясь, всегда практически об этом говорят. Да, сравнивая их, ты видишь, что именно расхождение, искажение, порой даже очень сильное. Но во многих вещах ты видишь, что идеально. Причем во многих вот именно древних племенах. Сейчас есть видео, можно посмотреть, как действительно документальные съемки берут этих людей, их язык изучают, начинают с ними общаться, вот узнают такие вещи. Они говорят то же самое практически все. Это удивительно. Удивительно, да. Как это все передавалось, казалось бы, со всеми искажениями, которые есть. По поводу Второй мировой, да. Да вы с какого государства не посмотрите. В этом государстве возьмите разные источники, разных историков, да. Ну, конечно, информация будет порой достаточно сильно разниться. Один будет кричать, что эти виноваты, эти плохие, да. Другой другие. Но то, что Вторая мировая была 70 лет назад, я в это верю, это очевидно. Кто там виноват, кто там с кем дружил, как все это началось. Какие были внутренние и внешние подоплюйки, да. Мы этого ничего, мало чего знаем, можем что-то поковыряться, для себя сделать какие-то выводы. Но сами события, конечно же, были. Естественно, изучая разные источники, я могу сделать вывод, да. Ты берешь 2, 3, 5, 10 источников и ты делаешь вывод. Поэтому о крупных событиях я рассуждаю, да. Я всегда их привожу в пример, я считаю, что они были, да. Я говорю, все, что в Библии написано. Я сравниваю Библию, кстати, может быть, я это не часто произношу, но на самом деле я читал много чего, разные источники, я всех говорил. И понимаю прекрасно, опять же, вот там в Библии описаны события, там, в Вавилонской башне. Вы знаете, она далеко не только в Библии описана. Вот. О том, что люди бунтовали против Бога, даже о той же самой Вавилонской башне, кто знает о потопе, который до нее вот это было. Эти события есть и в другой литературе. Конечно же, на все это мы сейчас опираемся, вот опять же, мы что-то в интернете, смотрим какую-то бумажку, какой-то клочочек. Мы его ничего не понимаем, мы лишь верим этим исследователям, которые там что-то перевели, типа, они знают этот язык, до нас как это дошло. То есть, мы во все это, конечно же, верим, в любом случае. Но я вот верю, что крупные события нам открыты. Именно потому, что по самой природе, даже не то, что Бог там этим управляет, само его мироздание, само то, что есть, этим управляет. Потому что мы все просто разные, мы люди, мы свободны. Нас нельзя тупо взять вот так в коробочку, я говорю, контролировать. Никуда от этого не денешься, да. Вот. Все все равно просочится и просачивается. То есть, как Господь говорил, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. То есть, Господь все это усматривает, как все-таки я, и таким языком я выражаюсь. В одной смысле, говорю, он не вмешивается, по сути, сама система по себе. Невозможно вот этой полной лжи, да. С другой стороны, можно какими угодно словами, кому какими удобнее. Бог смотрит, да. Кого куда послать. Бог управляет этим мирозданием. И нам доступна истина. Пусть не вот в этих тонкостях, но в толстостях, в грубостях. Нам достаточно все понятно. И вот на основании того, что я вам сейчас сказал, тонкости и тонкости, как я делю. Поэтому в толстости, в крупные вещи я верю. В тонкости я, естественно, не верю, да. Я их подвергаю сомнениям, да, и могу принять любую точку зрения. На основании этого и дальше идет мое раз зрение. А что я вообще из этого должен сделать? Какой вывод? И так как вывод жизни один и смысл человеческой жизни, существование один – это счастье. А счастье что такое? Получение удовольствия, наслаждения. В любом случае. Счастье – это радость. Это все общие слова. Это описание невидимого мира. Получаются они за счет вот этого нашего тела. Прохождение между видимым и невидимым миром. Есть грань. Это грань. Когда мы что-то через нее проходит, оно либо причиняет нам боль, либо наслаждение. Вот и все. Счастье и радость – это получение удовольствия. Да, у нас есть глаза. Мы можем через глаза получать радость. Что-то видя, созерцая. У нас есть нос. Мы что-то сладенькое нюхаем. Мы получаем удовольствие. У нас есть язык. Мы чувствуем приятный или горький вкус и получаем удовольствие. Либо наоборот отвращение. У нас есть слух. Мы слышим музыку, пение птиц. У нас есть ручки, ножки. Тактильные ощущения к нам. К нас гладят. Кто-то любимый, люди нам дорогие. Мы получаем удовольствие. И прочие, прочие, прочие вещи. Через глаза эта информация поступает. Она разная. В принципе, само знание, само познание вот этого всего. Это лишь, ведь это же все, что у нас есть. Вот это видимое, да. Мы лишь через это получаем еще только информацию. Обрабатывается она где-то еще там дальше, да. Есть, как говорят, вот эти там. Ну, это все на физическом уровне описывают. Типа гормоны там или эти, как их там. Ну, вы поняли. То, что получается, выделяется. Это как-то действует на мозг. Никто это до конца все равно описать никогда не может и не сможет. Я много раз говорил. Вот единственное, что точно является бредом, в основном, это наука. Который думает, что она может что-то там. Она даже описать толком ничего зачастую не может. Причем все, что она описывает, это лишь мысли Бога. Он завтра подумает по-другому и станет так, как нам написано в Библии. Как Бог думает, так и становится. И это становится нормой вещей и нормальным, да. Естественно, я рассматриваю все с этой точки зрения. Я получу от этого удовольствие или нет? И, кстати, вы делаете то же самое. Вы, если задумаетесь над природой вещей, над самим собой, захотите познать себя. Познайте себя, познайте истину. Потому что мы образ и подобие Бога. А Бог есть истина. А истина есть Бог. А Бог есть любовь. Бог есть радость. Бог есть блаженство. Вы, если на себя посмотрите, вы все в этой жизни разматриваете только с точки зрения, хорошо мне от этого или плохо. Это принесет мне блаженство или страдание, наслаждение или скорби, радость или плач. Вы, если посмотрите, все в этой жизни мы рассматриваем только с этой точки зрения. Мы вечно стремимся к вечному удовольствию, к благобытию. И всячески пытаемся убежать, отстраниться, ограждаться, как огня, костра. Мы боимся каких-то страданий. Удаляемся вечных мучений. Вот и все. И я вам отвечаю на свой вопрос. В интернете много споров. Люди на это жизнь полагают. На изучение этих вещей, да, источников. Целые каналы сейчас, да, проекты. Что только не говорят, что только не рассказывают. Я этих людей не сужу. Каждый занимается чем хочет. Пожалуйста. Хлеб свой добывай с трудами рук своих, так скажем. Да, и это можешь делать тоже. Ну, конечно же, я для себя очень просто определяю эти события. Вот мне какой, сколько в интернете дебатов этих баталий, чуть ли не до ненависти друг к другу. Из того, какая земля. Круглая или квадратная. Звезда какая-то там образная. Шаровидная. Плоская. Какая-то там есть восьмерка. Вот это, кто знает. Какая-то, когда вот этот как бублик там. Чего только не городит. Какая я должен принять альтернативную историю. Там их уже, уже об этой земле. Многие думают, что две теории плоско-круглые. Да вы что? Вы углубитесь в этот вопрос. Это я не углубляюсь, если то вам сколько подаю. Потому что я на это вылазила. Кто знает, у меня нет ни одного ролика на эту тему. Хотя в интернете тема достаточно хайповая. Мне никакого дела нет. Во-первых, чтобы я не говорил, это будет все субъективно. Ты поднимать палец вверх и говорить, что это истина, не можешь. Счастливее от этого люди, ну, вряд ли станут. Может, конечно, он от самого познания, думая. И объективно сам даже он не сможет убедиться. Причем все эти, кто утверждают, что шарообразная, что плоская, что круглая, что квадратная, что звездообразная какая-нибудь. Никто из них ни в космос не летал, ни до краю земли не доходил. Они просто сидят, как вот и я, на диване и рассуждают. Ну, неважно, с галстучком, может быть, сидеть за профессорским столом, поднимая очки к колбу. Доказать они ничего не могут. Вообще ничего. Объективные аргументы они никому не могут дать. Почему я проповедую истину Бога, который есть любовь? Потому что любовь делает нас счастливым. Радость делает меня счастливым. Осознание и подтверждение воскресшем Иисусе бессмертия своей личности делает меня счастливым. Я, вот мой проект и мой смысл жизни, делать людей счастливыми, дарить людям благо. Все остальное является лишь инструментами и средствами для этого дарения. Даже этот ролик я записываю, я хочу освободить умы некоторых людей, которые терзаются и думают, что они в этом познают. Вы ничего. Вы докуда не доковыряетесь, вы останетесь голодными. Вы никогда не напитаетесь. Эти знания не сделают вас счастливыми. Это же факт просто жизни. Радость жизни, она очень простая. Она, вот я говорю, вот все, что вы имеете, все, что вы можете, настоящее. Ведь ни вам, ни мне не надо доказывать, что вы кушаете персик, и вам очень вкусно. Вас гладит любимый человек, целует вам очень приятно. Вы слышите прекрасную музыку, и вы кайфуете. Вы едете смотреть прекрасные пейзажи, отдыхать, и вам классно. Вы купаетесь, получаете удовольствие от воды, ныряете, и вам классно. Ни мне, ни надо вам субъективно доказывать, что это такой кайф. Я говорю, ты просто попробуй. Ты говоришь, да. У тебя все есть для этого. Я не вбиваю тебе это в голову. Ты сам знаешь, что это кайф. Опять же, что-то может быть тебе не в кайф, не в удовольствие. Ты говоришь, я попробовал, мне это не нравится. Я, мне что-то персики вообще не идут. Я говорю, ну пожалуйста. Делай все, что тебе доставлю в удовольствие. Вы поймите, я говорю, это же все я получаю через что-то. А это просто сухие знания. Круглая земля или квадратная. Мне что от этого? Она у каждого. Объективно, что каждый из вас выйдет, вы вместе вот так встанете, рядышком два человека, и вы скажете, ты видишь землю под ней? Она у тебя есть под ногами? Да. И у меня. И они сразу найдут общий язык. Смотрите. Они оба стоят на этой земле в двух метрах друг от друга. И спорить сразу перестанут. Только они почему-то по диванам рассаживаются у себя в квартирках. Да. И начинают в интернете друг другу глотки грызть за то, какая земля. Круглая или квадратная. Тот доказывает с пены изо рта на основании Библии, что она круглая или шарообразная. Причем на основании той же самой Библии. Один доказывает, что она шарообразная, другой плоская, но круглая. Другой она вообще неизвестно какая. Вы объективно не докажете. Споры эти бесполезны. Но вы выходите, вы все на этой земле стоите. Так радуйтесь. Слепите что-нибудь с этой земли. Погуляйте по этой земле. Вырастите из этой земли что-нибудь. Это доставит вам совместное какое-нибудь дело, радость. Побегайте, поиграйте в футбол. Вы на этой земле. Это, да, об этом можно поговорить. Можно. Что нам сделать с тобой на этой земле? Какая она по форме, если я не могу ее достигнуть, конца и края. Какой смысл об этом во всем говорить? Вот так и во всем. И вот поэтому, знаете, какие бы сейчас общие темы. Вот Александр, да, по-моему, комментарий мне писал. Александр, да. Вы знаете, сколько про эти могилы, про какие-то потопы. Чего только не рассуждают, что уже несколько атомных войн было на земле. Мне никакого дела нет. Я живу здесь и сейчас и сегодня. Вокруг меня здесь и сейчас и сегодня живут около 8 миллиардов человек. Мое дело самому быть счастливыми и делать этих людей счастливыми. Во-первых, я от этого тоже получаю самоудовольствие, поэтому я это делаю. И эти люди радуются жизни. Я говорю, я кайфую все вместе. А эти люди, познав истину, будут делать меня счастливым, потому что счастье в любви, в доброделании, в радости, в дарении другому человеку, в разделении радости. Ну, к сожалению, в мире, лежащем возле, в разделении и скорбей, да. В решениях и так далее, в понесениях на себе. Все остальные вопросы, что от меня, от кого-то из вас сокрыто в том, что истина, в том, что она радость, что она любовь. Это все знают. Все из детства знают. Нас мама гладит, мы еще груднички, нам кайфово. Молочка маминого попил грудного, нам кайфово. Даже пописал, покакал, как говорят, и то кайф. Это всем доступно. Соответственно, я верю, как я говорил, во все исторические события, в Библии в основном описанные, я во все верю. И неважно, когда это было. Я верю, в принципе, приблизительно. Я верю, с одной стороны, что это 2000 лет назад было. Да, может быть, и правда, 1000 лет было назад. Что мне это? Но в то, что Бог приходил на Землю, как и во многие другие события библейские, а это вообще события человечества, что Бог когда-то створил небо и землю, потому что меня это окружает, я это знаю. Это же факт, это факт. И в том, что Бог приходил на Землю, дал нам путь вот именно истинного счастья, у меня никаких сомнений. Что Он приходил, что Он это счастье нам открыл, вот именно во плоти, можно сказать, написав, да, потому что Он сам явился куда еще лучше. Люди это лицезрели. Что Он за этот путь, за эту истину, за это откровение пострадал. У меня тоже никаких сомнений. Мы все это с вами знаем, кто начинает проповедовать любовь, истину, добро, бессмертие, того самого готовую в эту же преисподнюю, раз ты бессмертный, иди к своим богам, иди к своему Иисусу, отправить, да. Это всю историю человечества всегда злые будут кататься и уничтожать в этом мире, лежащем возле, всех добрых и светлых людей. Весь свет они будут затыкать, чтобы жить в этой блевотине и тьме. Разве кому-то надо это доказывать? По-моему, это все очевидно. Поэтому, что с Иисусом, с Богом, пришедшим во плоти, все это сделали, у меня никаких сомнений. В том, что Он воскрес, у меня тоже никаких сомнений, потому что, в принципе, бессмертие тебя, самого человека, оно сидит внутри тебе. Единственное, когда я сам это узнал, так скажем, из бумажки, если это во мне и так есть, я лишь нашел, вот как сам Александр писал, я тебя слушаю, я понимаю, что я не один такой, а раз есть еще кто, значит, у меня больше шансов, что я прав. И, естественно, когда я сам всю жизнь понимал, что я не могу умереть, и тут бац, я узнаю, что Бог пришел на землю, и его даже убив, а он все равно воскресся, имея жизнь в своем себе, я понимаю, что его убить невозможно, человек бессмертен. И по душе, и по телу, кстати, потому что, в каком бы там бытие ни был, переодеваясь, он все равно существует, и он имеет вид и образ. Я лишь меняю одежду, а даже сам в теле я всегда есмь. Это очень легко понять, и ничего сложного в этом нет. И вознесся, оставив нам ту же самую свободу. Я верю, что эти простые события, как мы видим, передаются до сих пор. И эти, поэтому именно Иисус ничего не написал, поэтому не позволял ничего стенографировать за собой, ученикам. Потому что эти простые истины очень легко передавать. Их исказить практически невозможно. Бог пришел на землю, творил все самое доброе, все самое светлое, все самое чистое. Что ты в это вкладываешь, человек? Потому что, конечно же, как раз если ты напишешь конкретные дела, их точно извратят и перепишут. То есть Иисус, понятно, творил самое, только все благое. Говорил об этом, творил это, и за это пострадал, был убит, воскрес и вознесся туда, откуда и пришел. Все. Разве эту истину можно исказить? Нет. Она будет во веки веков. Поэтому я в это, опять же, верю. И потому что на практике, став на сторону света в своей жизни, я все, что написано, так скажем, даже в бумажных евангелиях современных, вот про это, про то, что вам сейчас рассказываю, да, ты творишь благо, ты действительно становишься сам счастливым. Ты действительно за это подвергаешься поруганием, тебя готовы распять. Все сходится. Поэтому с того же самого Евангелия, кто знает, к Библии, как я отношусь, как я оттуда, я читаю чистым оком. Все, что соответствует благу, Бог хороший, человек может быть зол, я и читаю. Я сразу вижу, где тьма, где свет, где искажения человеческие, а где нет. Я сам могу заново написать эту историю человечества, потому что мое око, как Господь сказал, светло и очищено чем? Добротой, любовью и прочими-прочими вещами. Вот и все. Поэтому многие, конечно, темы меня вообще не интересуют. И историю, как я вам сказал, я очень просто воспринимаю. То, что соответствует истине, добру, любви, свету, это правда. Все, что не соответствует, это ложь, образно говоря. Это все, что касается еще, вы поняли, это все, что я уже беру, все, что может какую-то мне пользу принести, я просто анализирую. Все, что вообще никак не может отразиться на моей, так скажем, жизни, духовной, как это говорят, счастливой, я вообще даже не рассматриваю. Мне не интересуют вопросы, когда был каменный век, когда он стал железным. Я вот знаю, я прожил этот век, я знаю, когда на моих глазах компьютеры развивались, когда мы там от писишников, от этих целлеронов перешли на пентиум. Я это знаю. Это потом когда-нибудь потеряется. Какая мне разница на эти вещи, которые с моей жизнью, в принципе, вообще никак не связаны. Никак. Никакой разницы. Так что вот так вот я отношусь, как всегда ролик, ну даже не затянутый для меня час, это норма. Я надеюсь, я просто понятно объяснил свою точку зрения, кому она подходит, кому она интересна, кому она близка, у кого что-то дошлифовало собственное мирозрение. Я только буду рад и счастлив, потому что, как я сказал, еще раз концентрирую в последний раз свою мысль. То есть я всю историю человечества делю первое пополам, грубо говоря. Все, что важно для моей, как это говорит, внутренней духовной жизни, я стану от этих знаний хоть на грамм счастливее. Они как повлияют на мое мировоззрение? Было это или не было? Когда говорят, что Бог убил там того-то в Библии. Так, для меня важно разобраться. Так, когда это было или это не было? Может вообще, может врут, что Бог это делал? Так, если я верю даже сам, что это было. Я считаю, что были исторические события, что потоп был. Так, говорят, что Бог всех потопил. Бог такой злой, нехороший. Так, я начинаю разбираться. Я верю в то, что... То есть мои мысли ловили, да? То есть я сначала разбираюсь, вообще эти важные события для моей жизни, что они несут. Потоп? Важно. Я верю, что он был. Я верю, что Бог управляет мирозданием. Что окна бездны и воды, и все, и дождь пошел по повелению, так скажем, Бога. Так, почему это было? Я начинаю разбираться. Для меня важно, Бог хороший или плохой. Почему это было? Какой вам пример взять? Ну, я уже говорил. Так, когда из каменного века люди вдруг из железки сделали себе железное орудие. Причем можно хорошее и плохое сделать, да. Ножом можно и убить, и огурчик порезать. Мне важно, у меня вообще без разницы. Это я еще крупный беру. Вот Александр пишет про то, что римского воина, вроде как он видит могилу римского воина на украинском кладбище. Вы знаете, это настолько мелко, что мне никакого, я надеюсь, Александр на свой счет не примет. Я благодарен ему за письмо. Оно меня вдохновило, воодушевило на этот ролик. И за теплые слова, которые он говорил, что многое у него отзывается. И может, у него это все отзовется голосом. Я поэтому всегда честен, откровенен, как говорю. Ну, в принципе, я могу и наехать, конечно, на человека, если что. Если он сильно грешник. И пытается меня убедить в том, что я тоже должен начать грешить, убивая животных или что-нибудь подобное, беззаконно творя. Или ходить в капищи в какие-нибудь и их проповедовать. Тут я к Александру просто говорю, что да, вот он интересуется, как он пишет, все равно этим вопросом. Мне, я даже не задумываюсь, мало ли, какая причина могла быть, что этот римский воин даже со всей истории своей службы оказался на этом украинском кладбище. Если бы хотя бы Александр как-то попытался цели, вот я говорю, что он из этого выжмет, что он из этого хочет получить. Он достигнет цели, он узнает. Или он идет к этой цели, не зная, как она отразится на его жизни. Может, в зависимости, когда он узнает, почему он там. Может, это как-то отразится. Но сам он даже не может предположительно поставить себе цель, к какой он идет. У меня есть цель в жизни. Наслаждение. Законная радость жизни, которую Бог дал от начала всему человечеству. Запомните, никогда радоваться жизни, быть счастливым – это величайшая сущность человека по отношению к Богу или благодарность. Когда на себя натягивают вот такие куколя, вечно плачут о своих грехах, которых давно нету, допустим, человек действительно покаялся и только благодаря православному лжеучению плачут вечно до конца жизни о своих грехах, это полная чушь. Ни один родитель, наш небесный Бог, Творец и Создатель, который нам и мать, и отец, и друг, и жених, и муж, ни один муж не хочет видеть вечно несчастную жену, или своих детей, родителей, или дети своих родителей. Если вы радуетесь жизни, законно радуетесь, не за счет чьих-то скорбей и страданий, да, ни в коем случае, это законная радость. И вы делаете благое дело, запомните, вы доставляете радость и счастье Богу, потому что нет большей радости у родителей, видите, как счастливы их дети, у детей, что счастливы их родители проводят там блаженную старость, у мужа видеть, что счастливы у жена. Да, суть любви это делать кого-то счастливым и радоваться его счастью. Неважно, ты явился причиной или кто-то явился, и он от чего-то счастлив, Бог ему просто яблочко дал, и он кушает, и ты радуешься, что человек получает удовольствие. Вот какая просто цель у Александра? У меня есть эта глобальная цель, которая открывает у меня все тайны мира, да. А зачем мне это надо? Я в жизни потребляю, так скажем, только то, что делает мне законно меня счастливым. Я отвергаю все, не то, что делает меня даже несчастным, а то, что делает меня даже счастливым, но я получаю это счастье незаконно за счет чьих-то скорбей и страданий. Неважно, начиная от грубости каких-нибудь, воровства, убийства, прелюбодействия, да. Да, она красивая, но она чья-то жена. Ее кто-то уже любит. Кто-то делает для этой женщины все, разве я имею право с ней просто удовлетворять свою похоть? Нет, конечно, найди себе, вон, полно. Ты не имеешь права разрушать чужую семью, чужую любовь. Все, ты можешь получать все, что ты хочешь. Ешь все, что тебе на глаз только полегло. Можешь хоть манго покупать, дорогие, если ты там в севере живешь. Делай, что хочешь, только не убивай животное. Ты не имеешь права лишать его жизни. Она страдает, как ты имеешь право забрать поросенка, вот такого от матери, или теленка. Разве ты имеешь право зарезать его и сожрать? Нет, конечно. Они испытывают боль, страдания. Корова месяцами потом мычит ищет своего теленка. Ты разве имеешь право убивать его? Получай любое удовольствие в жизни. Ты обязан радоваться жизни. И радоваться невозможно, не получая удовольствия. Надо то, что только понять. И нигде Бог не... Они нам тоже там у православных загоны, или у протестантов. А не у всех религиозников. Это духовная радость должна быть в Боге. То есть я должен сидеть в гноище всю жизнь и в вечности. Кругом тьма и мрак. А я должен духовно радоваться в Боге. Но что-то я, когда Бог творил небо и землю, я что-то видел, что Бог не в эту бездну, где верху и внизу одна бездна, и земля была без вида и пуста. Он что-то не туда человека поселил. Вы не обратили внимания? Он вообще-то создал прекрасный мир, еще и рай посреди этого мира, некий Эдемский сад. И туда человека поселил. Он его не в помой бросил, не в блевотину, а в прекрасный мир. Радоваться... Человек радуется чему-то благому. Нельзя радоваться тьме. Да, этот мир лежит во зле. И мы действительно, как Господь говорил, радуйтесь, даже когда вас будут поносить, там, поругать. Да, если это происходит уже, мы подвязаемся в жертвенной любви, в жертвенной радости, в жертвенном мире. То есть мы сохраняем мир души, даже когда кругом ад бушует. Это да, но это в мире, лежащем во зле. Но при этом, опять же, на себя натягивать нигде. Иисус этого не учил. Иисус точно так же проводил, старался максимально простую жизнь. Да, гнали, он бежал. Гнали, он уклонялся. Да, не нарывался. Да, отвечал, когда надо было. Недолго там. Но при этом мы видим, что он не целыми днями там с этими иудеями спорил, да. Терзался сердцем, да. Вот, знал, что его убить хотят. Он уже не ходил, мы читаем, по иудеи. Там, где его искали убить, да. Точно так же ходил на вечера, на ужины, на обеды, куда его приглашали. Своими друзьями, родственниками, братьями, учениками. Отдыхал, проповедовал. Все делал. И точно так же его и умывали, и мыли, мы помним, да. Вот, все было. Все было в его жизни. Обычной, человеческой, нормальной жизни. Так что вот так вот. И вот по этому историю, сначала я грубо делю. Мне вообще вот это надо, вот об этом знать историческом событие. Или о будущем. Кстати, здесь коснусь... Нет, сегодня история, ладно, это не пророчество. История. История – это прошлое, да. Все. Мне это что даст? Мне это вообще внутренне как-то касается. Это может пошатнуть мое мировоззрение. На сегодняшний день, который я, по крайней мере, познал истину и живу абсолютно счастливой жизнью. Меня это может куда-то, не туда, да. Я должен разобраться. Меня терзает эту душу. Нет, я вообще выкидываю. Так, хорошо. И если это важно, я должен разобраться. И там я уже рассматриваю любое историческое событие. События уже вот в этой части, неважно, это даже не половина. Меня, наверное, максимум десятая часть интересует. Все остальное, просто она вообще эти... Просто истории, просто факты жизни. Вот и все. Ну, была там эта испанка тоже, кто знает, в Первую мировую, там пол Европы полегло. Насколько там все правдиво? Сколько там было? Там факт есть. Все знают об этой испанке, она по всему. Чума была, была. Тот же самый коронавирус. Ну, какая мне разница, насколько там ошиблись? Где что приврали, где что скрывают? Факт есть общий. Я кое-что там задумываюсь, что да, ну вот там. Какое пользу могу вынести? Ну да, завтра все можем умереть, как всегда. Да. Не надо сильно к этому миру привязываться, да, или еще что-то. Каждый, ну это я так образно, и каждый себе какие-то выводы должен правильно сделать. Я говорю, для духовной жизни. Для себя. А духовной жизни тоже все очень просто. Кто кого там погубил, да. Это Давид пошел или это Бог убивает? Это автор написал. Я же читаю, слушай, ну это же автор пишет. Это он считает, что это Бог погубил. А я просматриваю через то, что Бог абсолютное благо, вижу по-другому. Да, он написал это событие, но он сам описал это так, как он смотрит. Я с ним не согласен. И так я воспринимаю в истории и сортирую, отделяю правду от лжи. Все очень просто. Все, что свет, все, что благо, все, что любовь. Правда, любовь в мире, лежащем возле, это не всегда глади не по головке. Поэтому некоторые, так называемые, те же самые суды и божьи, они абсолютно справедливы. Бог не уничтожает личность человека. Бог максимум, что делает, дает человеку все новые, новые, новый шанс, давая возможность ему перерождаться все в новом и в новом теле. Вот и все. Для меня даже какие-то некоторые там суды божьи, в Библии описанные. Ну и что? Для меня никак это не отменяет, что Бог абсолютное благо, потому что вот именно. Я, в отличие от других, из Бога сатану не делаю. Не говорю, что он их все убил и всех на вечные муки в ад послал. Я верю, что Бог всем дал очередной шанс в новое воплощение, в новой жизни, чтобы его дети, его творение все-таки дошло до познания истины. И у меня все складывается. Вот так я воспринимаю историю. На этом, в принципе, все. Я, надеюсь, поговорил. Я этому уделяю не так много времени, хотя вот завел плейлист, как говорю, я что-то могу зачитать и поговорить об этом. Буду все-таки собирать, люблю все сортировать, чтобы можно было быстро получить доступ, даже самому ориентироваться. Ну и вот такими мыслями общими хотел с вами поделиться. Надеюсь, у кого-то что-то тоже дооткроется, доформируется. Надеюсь, кто-то еще станет более свободным. А в оконцовке целью всего моего служения – это делать людей счастливыми. И это невозможно без, конечно же, познания. Это все можно тоже знаниями называть. Но знаниями чего? Знаниями истины. Не фактов исторических каких-то временных событий, а именно истины. А что такое истина? Истинное счастье, радость и мир. Вот для чего надо достигать. Я надеюсь, что сегодняшний мой ролик хотя бы некоторых из вас к этой истине приблизил. Кто-то может через этот ролик ее окончательно постиг. Кто-то, может быть, только начнет постигать. Я всему буду рад. Благодаря таким письмам, звонкам, я узнаю, что мое служение небесплодное и приносит хоть какие-то плоды. Я этому очень сам в себе рад и счастлив. У меня на этом все. Я с вами со всеми прощаюсь. Всех был рад видеть и слышать сегодня в своем видео. Всех по-братски целую и обнимаю. Всем желаю всего-всего самого доброго в вашей жизни. Чтобы все у вас было хорошо. Кому ролики мои нравятся, интересны, вы знаете, что нужно делать. Все, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok